Добрый вечер всем присутствующим и отсутствующим в этом зале. Меня зовут Арсений и я бы сегодня хотел вам рассказать о такой довольно волнующей многие умы тему, как авиакатастрофы. Собственно говоря, что такое авиакатастрофа? Потому что мы довольно-таки часто слышим это в телевизоре, по радио, да вообще где угодно. Международная организация гражданской авиации, в миру известная как ИКАО, говорит, что катастрофа это авиационное происшествие, которое привело к гибели находящихся на борту людей. И основное отличие от многих происшествий, которые были за все время за историю авиации, это то, что происшествия делятся на авиакатастрофы, то есть когда есть какие-то жертвы, и когда просто самолет попадает во внештатную ситуацию. Здесь на экране в правом верхнем углу указана катастрофа, изображена катастрофа, которая произошла в 1978 году в Гонолулу, когда в результате случайной разгерметизации произошло нарушение обшивки самолета. И это привело к тому, что не находящуюся на своем месте стюардессу засосало в забор самолета. Так что, когда вам говорят пристегивайте ремни, серьезно, пристегивайте. А ниже же фотографии указаны, левая из них довольно-таки популярная. Это фотография посадки самолета А320 на реку Гудзон. И справа то, что осталось от самолета, это была катастрофа, которая произошла в 1985 году. И самолет МД-11 грузовой во время посадки самую малость перевернулся и загорелся. Но все находящиеся на борту люди успели покинуть самолет до того, как его полностью охватило огнем. Опять же, согласно ИКАО, есть даже распределение катастроф, которые происходят с авиацией. Человеческий фактор – это, пожалуй, самая основная причина из всех авиакатастроф. На ее долю приходится около 70%. Следующий – это отказ техники или ошибки проектирования авиационной техники. И третий – это неизвестные причины. Неизвестны они потому, что просто в результате анализа или расследования катастрофы основная причина из первых двух не была указана. Что ж, рассмотрим каждую из них детальней. И первая из них – это человеческий фактор. Человеческий фактор – это, пожалуй, первая причина, которая была причиной самой катастрофы за всю историю авиации человечества. На этой фотографии был указан, изображен физик, химик, писатель, воздухоплаватель, а также просто красавчик Гастон Тисандье. Он в 1875 году решил исследовать со своим братом и его товарищем, как далеко, как высоко может подняться человек, находясь на воздушном шаре. И вот они втроем отправились на воздушном шаре «Зенит». Я уже, честно говоря, не помню. По-моему, это дело происходило непосредственно во Франции. Его предупреждали воздухоплаватели, которые путешествовали и исследовали небеса ранее, что где-то на высоте 8-9 км может произойти такое помутнение разума, а потом человек может просто потерять сознание. Так что их предупредили, будьте аккуратны. Но человеческая удаль не знает границ, и ребята, поднявшись на высоту 8800 метров, потеряли сознание. В живых остался только он. И то он в результате такого путешествия потерял слух. Следующая ошибка — столкновение у Лос Родеос в 1992 году. Она случилась по ошибке диспетчеров. Ошибка диспетчеров, кстати, одна из самых распространенных причин, в результате которой два огромных самолета Boeing 747 столкнулись на взлетно-посадочной полосе. После этого инцидента стало очень-таки страшно людям путешествовать, и ИКАУ было вынуждено пересмотреть полностью алгоритмы, связанные с навигацией самолетов в воздухе. И не только в воздухе, но еще и стали их прослеживать на земле. Тоже одна из таких вот интересных особенностей человеческого фактора, как просто пилоту надоело жить. Катастрофа, произошедшая с рейсом 95-25 под Динь-Лебеном, произошла по причине того, что пилот находился долгое время на протяжении двух лет в состоянии тяжелой депрессии. Он решил, что врезавшись в горы будет наиболее лучшим для того, чтобы покончить свою жизнь. Ну, я не знаю, он, наверное, был все-таки круче, чем любая рок-звезда в этом плане. Но, опять же, к чему привело это? К тому, что теперь пилотов все чаще и больше отправляют к психологам для того, чтобы понять, насколько человек себя вообще хорошо чувствует. Потому что, на самом деле, это довольно-таки основная причина. И состояние пилота, пожалуй, самое важное, что должно быть в полете. Далее. Тоже одна из основных причин, которые преследовали и, наверное, и будут преследовать людей, это желание показать, насколько они круты. Данная картинка была заснята в Польше 1 сентября 2000 года, когда во время выступления авиационной группы «Железный» столкнулось в небе два самолета. К счастью или к сожалению, пострадало только два пилота. Ну, пострадало, они погибли. Вот. И, пожалуй, это будет единственной причиной в будущем, в обозримом будущем, которая будет являться причиной человеческого фактора в катастрофах. Далее. Отказ техники или ошибки проектирования. Причина была довольно-таки распространенной в самом начале. Пожалуй, это одна из самых основных и, наверное, как бы это ни звучало по-черному, нужных причин, чтобы авиатехники и авиаконструктора хотя бы как-то старались улучшать техник. И, пожалуй, самая первая картинка из одной из самых первых ярких происшествий, связанных с отказом техники, это катастрофа Гинденбурга. Здесь она, конечно, немножко плохо показана. Катастрофа произошла в США по причине того, что в самолете загорелась основная его несущая сила. Это дирижабль, наполненный водородом. К чему это привело? К тому, что трансатлантические перелеты, связанные с перелетами на дирижаблях, канули в лету. И только сейчас появляются более современные и более надежные дирижабли. Но это дало полчок тому, что начали развиваться непосредственно самолеты. Так что не было бы развития техники, да катастрофа дирижабля помогла. Следующее. Опять же, связанное с трансатлантическими перелетами. Это, пожалуй, тоже является основной причиной, почему вообще авиация начала развиваться. Людям нужно было как-то побыстрее и подешевле добраться из Старого Света в Новый. На данной картинке показан самолет Комета. Это был один из первых довольно-таки массовых и серийно выпускавшихся самолетов, которые выполняли регулярные перелеты через Атлантику. Но, начиная с 50-х годов, они стали резко пропадать с экранов радаров, и никто не мог понять, почему. На одном из отловленных в воде в океане самолетов в корпусе была обнаружена трещина возле иллюминатора. Она изображена вверху, справа. Люди начали задумываться, а вот по каким причинам это происходит? Почему произошла эта вещь? И с инициативы самих конструкторов и разработчиков был проведен статический анализ самого корпуса самолета. Вот эта вещь — это водяной резервуар, который выполнял функцию давления на корпус самолета, имитируя полет высоко в небе. И опять же на этом же самолете была обнаружена трещина в том же самом месте иллюминатора. Потом дальше анализ выявил, что квадратники вот такой формы иллюминаторы, которые клепались напрямую к обшивке самолета, являются не самым прочным местом в любом самолете. И сейчас, садясь в самолеты, вы заметите, что иллюминаторы имеют более овальную форму, и они имеют другую систему крепления к обшивке. Далее. Катастрофа, одна из самых известных в Советском Союзе и на просторах СНГ, это катастрофа Руслана в Иркутске, когда тяжелый, один из самых надежных транспортных самолетов вдруг резко упал. Причины долго не могли выяснить до тех пор, пока не начали анализировать вообще каждую деталь. И выяснилось, что топливо на самом деле и где оно было заправлено, тоже имело свое значение. Когда самолет выполнил рейс из Вьетнама в Россию, он приземлился во Вьетнаме на дозаправку. Его дозаправили топливом, и это топливо было рассчитано как раз на полеты в средней географической зоне. А когда самолет отправился в Сибирь, где было очень холодно, это топливо внезапно замерзло. И когда уже начали дальше рассматривать и расследовать саму катастрофу, было выяснено, что топливо замерзло вообще в элементах подачи к двигателю, и что и стало причиной отказа трех из четырех двигателей самолета. Это довольно-таки была интересная вещь в плане того, чтобы контролировать полеты. И теперь логистика была основана на том, что теперь нужно понимать, каким топливом, и вообще сделать более универсальное топливо для всех широт, чтобы не случалось такого впредь. Далее. Это тоже довольно известная фотография самого быстрого трансфера с самолета в отель. Катастрофа Конкорда. Самолет упал на отель Шарль-де-Голь. Причиной послужило то, что в самолет попала вот та маленькая деталька. Взлетавший перед Конкордом самолет, это был МС-10, оставил вот эту деталь на посадочной полосе. И самолет, который взлетал до этого, до этого Конкорд, зацепил эту же деталь своим колесом, которое пробило топливный бак. А для сверхзвуковых самолетов топливо отличается от основных обычных, оно более расположено к горению, в результате чего, соответственно, и произошел пожар в самолете и потеря управления. Вообще, зачем вот рассказываю? Да к тому, что, по сути, такие вещи и являются причиной, по которой техника развивается далее, контролируется качество и уровень самой техники, в результате которой польские самолеты могут садиться так. Или же самые основные крупные самолеты, это те же самые Боинги 747-е, могут во время турбулентности махать крыльями даже так. И я не думаю, что прогресс на этом остановится, люди имеют достаточно обширное знание и много информации по поводу тех или иных происшествий, и в результате которых техника, наверное, будет только улучшаться. Что ж, неизвестные причины. К неизвестным причинам относятся, собственно, все происшествия, которые просто не были установлены. Но анализ того, как неизвестные причины становились известными, я приведу далее. Ну, это самая распространенная ситуация. Птицы и вообще любые объекты, которые находятся высоко в небе или могут летать. Благодаря, в кавычках, птицам произошло довольно-таки большое количество катастроф. Вот по неизвестным причинам. Это где-то 20% всех случаев. Далее это ветер и потоки ветра. Как бы ни был силен умом человек, какие бы крупные объекты он не создавал, наверное, за исключением звезды смерти, все объекты, созданные человеком, довольно-таки легко подчиняются матушке природе. И, допустим, самолеты, какими бы они крупными ни были, если боковой ветер очень сильный, вынуждены садиться на полосу примерно так. Ну, это где-то отклонение процентов 30 от полосы. Не самое лучшее и приятное для взгляда пассажиров зрелище. Но, опять же, благодаря выучке и мастерству пилотов, и, опять же, прочности техники, данная посадка возможна. Кроме боковых ветров, еще большую опасность представляют собой восходящие потоки. Это та же самая турбулентность, которую говорят в громкоговоритель стюардессы «Пристегните свои ремни». Это та вещь, которую может самолет во время посадки легко поднять на несколько десятков метров и также легко его опустить вниз. Это тоже довольно-таки распространенная причина. И, в принципе, бороться с ней можно только, зная прогноз погоды, и как-то пытаться защищать аэропорта от таких потоков. Обледенение. Казалось бы, что тут такого в том, что на самолетике будет немножко льда, подмерзнут крылья, ну и что, неживое ему все нормально. Кроме того, что ледовые наросты меняют конкретно аэродинамические качества крыла и самолета в целом, они еще добавляют вес. Если Boeing 747 или Airbus 380 обрастет миллиметровой коркой льда, он потяжелеет на 3-4 тонны. Это довольно-таки внушительная вещь, хотя, казалось бы, один миллиметр льда. Как с ним борются? С ним борются благодаря знанию химии, и кто, может, летал в зимнее время, видели, как самолет снаружи поливают чем-то из бронзбойтов. А это на самом деле химический элемент, который банально не позволяет воде намерзать на самой технике. Как бороться с катастрофами? Кроме того, что я перечислял ранее, это вообще развитие своих мозгов, это анализ современный, это старание сделать что-то лучше. Это еще те вещи, которые анализируются непосредственно во время катастрофы. Это уже такие более чернушные темы. Это, внимание, черный ящик. И системы, которые записывают онлайн все передвижения, все перемещения и характеристики самолета в режиме онлайн. В данном случае это флайт-радар. На самом деле они иногда вообще не ящики, а шар, и далеко не черные. А для чего они служат? Служат они для того, чтобы люди, которые анализируют, слушали все то, что говорят пилоты. Говорят в салоне и записывают все параметрические данные самолета, которые летели. Так что, если что, знайте, когда летите, ваш голос записывается в течение трех часов. Ну, не самое лучшее время, чтобы те, кто анализировали, узнали, что у вас там какие-то проблемы в семье. Ну, это такое. Если уж так посмотреть и проанализировать то, как развивается транспортная структура в целом, и просмотреть количество жертв, которое происходило за последнее время, то с 2000 по 2009 год, это только по 2009 год, анализ смертей на 1 миллиард пассажиромиль в принципе указан перед вами. Вы все и так сможете увидеть. Количество смертей на 1 миллиард пролетевших, проплававших или проехавших километров, на 1 такой миллиард в самолете умрет только 0,07 человек. И это значительно отличается от тех же самых автомобилей. К чему это я говорю? Что авиация такая вещь, которая в принципе развивается. И, пожалуй, всем остальным сферам, такие как автомобили, тот же самый судоходный транспорт или же железная дорога, следует задуматься, а что они делают не так. Потому что авиация, которая развивалась чуточку медленнее в самом начале зарождения, чем автомобили или те же самые суда, на данный момент в разы надежнее. Летайте безопасно и знайте, что вы в самолете будете в разы безопаснее, чем в автомобиле. Спасибо за внимание. Спасибо за лекцию. Можете, пожалуйста, объяснить. Мы имеем такие ситуации, как 11 сентября, случай на Гудзоне. Но как бы непонятно, почему самолет остается до сих пор самым безопасным способом передвижения. Понятно, что авиация развивается, но какие факторы влияют на то, что самолет, скорее всего, не упадет, чем упадет. Спасибо за вопрос. Авария на Гудзоне была связана с тем, что в самолет попали птицы. Опять же, такой фактор. А 11 сентября, по своей сути, не является авиакатастрофой, потому что это террористический акт. И разрушение самолета, а башни и близнецы, было, собственно, целенаправленной вещью. Далее вопрос был по поводу того, почему он безопасно развивается и быстрее, и лучше. Ну, потому что перевозчики, которые тратят довольно-таки большие деньги на ту же самую покупку самолета, на покупку топлива, на вообще все, что связанное с аэропортами, обслуживанием, они тратят большие деньги. И если самолеты будут падать и ломаться очень часто, на них никто просто не будет летать. И это банальная потеря денег. Поэтому все-таки лучше, чтобы самолеты не падали и люди чувствовали себя безопаснее. Над этим и ведется такая работа. Спасибо за лекцию. Я вот так вот задумался, что чаще всего там в фильмах и везде показывают, что пилоты самолетов — это мужчины. Это как-то связано с тонкостями профессии или это просто стереотип? Что это какие-то предубеждения? Нет, я имею в виду, это так? Ограничение есть какое-то? Или именно пилотом может быть и так и девушка? Нет. В принципе, любой мужчина, любая женщина может обратиться в Кировоградское авиационное училище и поступить на пилота гражданской авиации. Ограничений, собственно говоря, нет. Другое дело, что способны ли девушки выдерживать такие нагрузки. Существуют ли женщины-пилоты? Да. Да. Их во всех, в принципе, довольно известных организациях — Люфганза, Virgin Airlines — они существуют. И единственная причина, по которой иногда не берутся женщины, — это религиозное предубеждение. То есть в Emirates только недавно был целый экипаж, состоящий из женщин-пилотов. Но просто требования к тому, который выдвигается пилотом — это сосредоточенность, собранность, скорость принятия решений, опять же, тоническая мобилизация — это все, к чему более предрасположены мужчины. Но если женщина может с этим легко справиться, и она пройдет обучение, то у нее нет ограничений на то, чтобы быть пилотом. То есть вот так вот. Итак, спасибо большое за лекцию еще раз. Во-первых, «Звезду смерти» все-таки разрушили. Во-вторых, вы сказали о том, что птицы все-таки залетают в турбины самолетов. Но недавно, в 2014 году, если не ошибаюсь, была разработана новая турбина, которая против, ну, в общем, если туда даже залетит вся стая птиц, то ей ничего не случится. Она просто передробит и выплюнет. Да, поклонится самолет в сторону этой турбины, но больше ничего не случится. Ну, в принципе, так оно и есть. Но если говорить за двигателя самолетов и стаек птиц, которые влетают в нее, то на самом деле все довольно-таки ситуативно. Все зависит от режимов полетов, на котором летел самолет. Все зависит от того количества и места попадания в саму турбину. То есть на самом деле любые самолеты, находясь на полете на средних высотах, могут словить в свой двигатель довольно-таки большое количество птиц. И при этом, опять же, им не будет ничего, кроме самой замены двигателя. Здесь, когда я говорил о птицах, здесь в основном речь идет о том, что самолет находился в нештатном режиме полета, допустим, набор высоты или наоборот посадка. И как бы то, как он летит, оно на самом деле влияет на то, как самолет потом сможет справиться с этим. То есть на самом деле птицы сейчас уже на протяжении где-то 30 лет не являются такой опасной проблемой. Но во время взлета и посадки это как бы существенная вещь. И она влияет на это. Чаще всего, даже если черный ящик находится, скажем так, причины катастрофы все равно выясняются достаточно долго и далеко не всегда известны. Хотя, вот чисто как с технической точки зрения, мне кажется, что если мы собираем практически все данные датчиков, двигателей, всего, и в конце концов, я так подозреваю, что информация с радара ведь тоже где-то сохраняется, то почему так происходит? Спасибо за вопрос. Как я говорил в лекции, черные ящики записывают три информации. Сбор информации ведется две аудио и одна, собственно, это такой лог самолета. Первый – это записи разговоров в кабине и переговорных устройствах в кабине самолета. Второй – это то, что происходила обстановка в салоне. И третий – это опять же лог. И все вот эти три информации, которые записываются, это три отдельных ящика. И когда в СМИ говорят, что нашелся один ящик, не факт, что это как раз тот самый лог самолета или запись речи пилотов. Иногда они находят просто то, что находилось в самолете, что говорилось в салоне. И иногда можно было установить, что является причиной катастрофы. Но если катастрофа происходила по каким-то техническим соображениям, которые никак не были видны, то это вызывает трудности в расследованиях. То есть тут как повезет. Иногда ящики все-таки остаются поврежденными, и записать, и достать информацию, и записать ее в более нормальном виде не предоставляется возможным. Спасибо за лекцию. У меня вот такой вот вопрос. Такая причина техническая, как усталость и износ конструкционных материалов, она сейчас полностью предсказуема в авиастроении? Или там случается так, что не подозревали, что какой-то элемент уже сильно износился, и из-за этого произошла катастрофа? Спасибо за вопрос. Как бы да, на данный момент авиастроение развивается так, что просчитать вообще тот период, который самолет может гарантированно летать без каких-то усталостных повреждений, там, это все просчитывается. И этот возраст в основном составляет 30-40 лет. И, собственно говоря, самолеты на самом деле могут летать с незначительными повреждениями. Многие видели картинки, когда техник в аэропорту заклеивает скотчем серебристым обшивку самолета, мол, все окей, летите. На самом деле да, это так. То есть самолет на самом деле может летать с незначительными повреждениями. И, опять же, отказ двигателя одного из двух в самолете пассажирском, любом, это на самом деле далеко не проблема. И самолет спокойно может долететь до ближайшего аэродрома и сесть на нем без каких-либо последствий. Возвращаясь к усталостным повреждениям, то на самом деле даже на самом самолете в несущих конструкциях крылья трещины длиной до 7 сантиметров – это норма. То есть самолету ничего от этого не будет. И, опять же, методы устранения этих каких-то повреждений усталостных, они довольно-таки разработаны и эффективны в применении. Редактор субтитров А.Семкин